Вот она, Мушмула, еще в январе месяце цветет. Вот такое шикарное дерево, огромное. Вот она, прямо во дворах. Машины стоят, и она прямо растет. Мушмула. Так, гуляя по улицам Хосты и заходя во дворы, мы увидели, как многие женщины, да и бабушки срывают вот такие вот цветочки, мушмулы и листья. Мы, конечно, поинтересовались, для чего они срывают. Оказывается, этот кустарник, мушмула, очень целебный. Начиная от коры самой кустарника, листья, цветочки и вот эти вот маленькие плоды. Вот эти вот листья, они берут и высушивают, а потом делают отвары. С цветочков, вот этой вот мушмулы, они делают спиртовые настойки от суставов. Очень хорошо помогает. Что мы сегодня и будем делать. Что вот эти листочки служат для остановки кровотечения. Порезали вы, ранка у вас какая-нибудь. Обываете этот листочек, прикладываете и сразу кровотечение останавливается. Даже вот это работает лучше, даже чем сам подорожник. Но прикладывать нужно не вот этой стороной, как они сказали, а вот обратной, вот этой вот стороной, на ранку. И кровотечение сразу останавливается. Так как вот эти вот еще плоды, они не созревшие, мы с них ничего пока делать не будем. Ну, не сезон. А вот с цветков, вот этой мушмулы, мы будем настойку делать для суставов. Чтобы получить нам 600 грамм, вот видите банка 600 граммовая, нам нужно взять водки. Ну, у кого есть другой различительный самогон. Взяла 5 соцветий, вот таких с цветочками и 15 листьев самой мушмулы. Берем банку, и я вот так надрываю листочки, потому что их нужно листву положить на дно сначала. Можно соцветить вот так вот, класть, ничего страшного. А можно будет и порезать вот на такие. Ну, мы спартанские будем все делать, что у нас подручно. Перекладываем опять листвой. Утрамбовываем хорошенько. И соцветия опять кладем. И наверх можно уже листу положить вот таким образом. Уложили рядками. И теперь будем заливать нашей водкой. У кого какая есть, можно и самогоном. Залили. В таком состоянии мы оставим ее настаиваться буквально на 3 дня. Не трогая, пока она сама туда уж полностью осядет. Итак, прошло у нас 3 дня. Мы нашу баночку эту открываем. Она вот видите у меня под салфеткой была. И вот такой обыкновенной крышечкой. Смотрите за 3 дня, как изменился и листва изменилось. Сами цветочки. Вот они. Вот такого цвета они стали. Очень хорошо пахнет, потому что сама мушмула цветочки пахнет. Для меня вот ванилью они пахнут. Поэтому и настойка получилась очень ароматная. Что мы дальше делаем? Как знаете, если кто интересовался мушмулой, знаю, что особую ценность несет эта кора, листва, семя и плоды самого растения. Некоторые знахари, которые вот здесь местные люди, утверждают, что самое ценное это кора и листья кустарника. Даже ценнее вот этой мякоти, которая находится в плодах мушмулы. Они аргументируют это тем, что в коре, вот в этой, и в листве мушмулы очень много уникальных кислот. И помолевая, и урсуловая, и карасилевая, и другие-другие кислоты, которых мы даже и не подразумеваем, что они здесь находятся. Прошло три дня, и мы в эту настойку добавляем несколько вот кусочков коры. Можем вот столько я взяла. Смотрите, вот это для этой банки достаточно вот столько вот коры, как вот у меня на ладошке. Берем опять, как я взяла, еще одну бутылочку беленькой и буду заливать. Не перемешивая, пусть оно так стоит, опять накрываю салфеткой. Вот так вот. Прикрываю вот обычной такой, чтобы не прижимать. Все, она будет у меня настаиваться теперь, пока я не приеду домой, 2-3 недели вместе с корой. Через 2-3 недели эта настойка будет готова к употреблению. Можно уже растирать свои суставы. Вот такую вот мы настойку с вами сделали здесь, с мушмулы. Применили и листву, и кору, сами цветочки. И теперь будем только лечиться. Так как мы в санатории уже 18 дней, я вам покажу, как настоялась вот эта настойка. И как здесь мы используем эту настойку для растирки своих суставов. Вот смотрите, какая она стала насыщенной. Такой вот цвет, темный такой цвет вот настойка. Запах даже не водки, а запах пересиливает ванили, которая находится в цветочках. Что мы здесь делаем? Конечно, дома примочки, компрессы можно делать, и условия получше есть. А здесь, в санатории, мы в спартанских условиях. У нас здесь много таких женщин, и мы приспособились таким образом. Берем обычную ежедневку, как женщины знают. Вот это вот мы не отрываем, часть вот этой вот липкою. Она остается так же. Берем, наливаем в блюдце этой настойки. И вот эту прокладочку всю вот так вот промокаем полностью. Видите, она промокла, эта прокладочка полностью. И наносим на свои больные места. Вот, например, сустав болит, руки. Мы кладем вот таким образом. Здесь вот сухо у нас, а там наша настойка очень хорошо даже. И оставляем в таком вот виде. Замотаем бинтиком, или у кого что есть, можно. И вот так вот мы лечим свои суставы. И на руках, и на ногах. Очень хороший способ. Это нам подсказали местные здесь, как они приспособились и лечат суставы. Так что, вот вам подсказочка. Кто не знал такое, я, например, первый раз узнала. Отличное средство. Так что вот, прекрасно. И держится компрессик, хорошо держится. И здесь не промокает сухо. И будет упитываться наша настойка прямо в нужные нам места. Я всем желаю выздоровления. Пробуйте, делайте. Это вам вот такая вот подсказочка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...